Боксерский турнир Как оцениваешь свое выступление? Не знаю, я просто рад, что меня не вырубили или что-то такое. В следующий раз буду лучше. Для того, кто не был в бою 15 лет, ты выглядел очень даже хорошо. Удивительно, что после такого долгого перерыва ты так хорош. В чем секрет? Это спарринги, тренировки или может быть твоя психология? Это моя психология. Но мои тренеры и спарринг-партнеры уничтожали меня. Я больше не назову бойца дураком. Юность только в воспоминаниях. И все это наше событие показало, из чего я на самом деле. Ведь меня избивали до полусмерти. Ты известен как эксперт бокса. Как думаешь, что сделал в бою правильно, а над чем можно поработать в будущем? Я мог сделать все лучше. Все, что было в ринге, можно было сделать это и лучше. К следующему показательному бою я буду лучше. Рой сказал, что ты хорошенько ему попал в корпус и затем нанес апперкот прямо в челюсть. Ты сам заметил эти удары? Понял, что достал его? Ну, он был очень проворен, и было сложно достать его хорошим ударом. Хотя я мог бы хорошо ему зарядить, но он все время ускользал, так что мне не удалось ему особо навредить. Что думаешь о судейских записках? Я просто был рад выйти в ринг и провести восьмираундовый бой. А все эти судейские записки, они для меня ничего не значат. На отсутствие фанатов мне тоже все равно. Я просто был рад пройти всю дистанцию. Я к этому уже привык. Но это было с трехминутными раундами. Все знают, что я могу вырубить противника. Я это делал. Но как по мне, бой на всю дистанцию, это настоящий бой. Нужна выносливость. Да и не получится всегда и всех нокаутировать. Я этому научился в своей ранней карьере. Сразу после боя ты говорил, что обязательно выйдешь на бой снова. Да. Есть какое-то имя на примете, против кого ты выйдешь боксировать? Не знаю. Может быть, сделаем что-то на юге Франции. В Монако, Сан-Тропе. Сделаем что-то там. С каким-то из европейских боксеров. Возможно, все. Лимит только небо. Я верю, что мы побили рекорды по пей-пер-вью. Ведь мы реально рвали задницу ради этого события. И я буду продолжать это делать ради своей благотворительной деятельности. Рады, что ты вернулся, Майк. Большое спасибо. Майк, чего ты больше всего боялся? Например, перед выходом на бой? Того, что мне надерут зад. Рой тебе хоть как-то навредил? Сейчас чувствую, что нос он отбил мне хорошо. Рад, что вышел на бой. Очень рад, что я это сделал. Когда проснулся этим утром, что происходило у тебя в голове? Я не просыпался, потому что я не спал. Ты не спал? Да. Ты вышел на бой, не спав? Не спав. А чем же ты занимался всю ночь? Я один из этих трусливых ребят. Я не могу уснуть и всю ночь думал о том, как будет проходить бой. Ты вошел в режим старого Майка Тайсона? Того Майка Тайсона больше не существует. Даже в бою. Нет, я просто... Для меня это новый опыт. Я просто... Очень много нервничал, но потом осознал, что для меня это лучшее времяпрепровождение. Тогда почему же я нервничаю? Все будет хорошо. Получилось лучше, чем ты ожидал? Я не ожидал ничего, только пройти 8 раундов. Старался развлекать публику. И прилагал все усилия, чтобы в итоге смочь справиться с ситуацией. Поздравляю с хорошим выступлением. Это был хороший бой. Большое спасибо. Было сложнее, чем ты ожидал? Черт возьми, да. Бьет сильнее, чем кто-либо другой? Он бьет больнее. У него очень тяжелая рука. И он очень сильно бьет. Каждый раз, когда он меня доставал, было больно. Я подумал, ооо... Когда я пытался с ним бороться в клинче, это выматывало очень сильно. Приходилось поднимать руки. Я этому научился, когда смотрел его бои с Холифилдом и Леноксом. Либо поднимаешь руки, либо прилетит апперкот. Так что я поднимал руки и не давал ему бить. Думали, дам себя бить. Вы чего? Такого я не могу позволить. Пришлось работать над клинчем. И у меня получалось хорошо. Перед заходом в клинч я старался нанести несколько ударов. И входить в клинч, не давая ему бить. Говоришь, больно было от каждого удара. Но был ли удар, от которого тебя начало шатать, и ты был готов упасть? Нет, о падении не было и речи. Но пара ударов прошли. Например, удар в корпус. А потом он нанес удар. Нанес апперкот прямо в челюсть и немного ее свернул. Она все еще болит, но в бою такое происходит. Это нормально. Я знал, как все будет. Приходилось принимать удары, но я не шатался и не падал. Удары проходили, но не такие, чтобы уронить. Что скажешь о судейском решении? Само собой, я думал, что побеждаю. Мне казалось, что я лучше двигался, бил джебом и контролировал бой. Но понимаешь, это Майк Тайсон. Как можно быть недовольным ничьей с ним? К тому же он нанес больше сильных ударов. Я же больше бил джебов, но он чаще бил сильно. Поэтому счет уравнялся. Я не жалуюсь на ничью. И слышал, что он хочет провести реванш. Но. Он может быть и весит 100 кило, когда встает на весы. Но поверьте, он намного больше, чем 100 килограмм. После ничьих бойцы, как правило, стремятся провести реванш. Но похоже, ты готов смириться. Я-то к этому готов. Но зная самого себя, скорее всего, я не смогу позволить себе оставить все вот так, согласиться на ничью. Я говорил с детьми, и они сказали мне, папа, нет, тебя хватит, увидим. Поздравляю, Рой. Спасибо, брат. Люди считали, что я выжил из ума, и что для меня это конец. И сегодняшним боем я донес до людей многое. Дал им понять, что все далеко не так. И если Бог зовет, ты идешь. Это одно из тех событий, которые я никак не планировал. Но они все же произошли. Я рад этой возможности выйти в ринг. Показать миру нечто положительное. И слава Богу за то, что мы оба отделались легко. Никто не получил повреждений, а это хорошо. Да и людей мы развлекли. Люди сидели перед экранами и понимали, что один удар может решить все. Вот. Как-то так. Сегодня я понимал, на что я иду. Ведь следил за тем, что он делал в прошлом. И сегодня он показал, что был Майком не без причины. Я хотел показать шоу, но, конечно же, и победить хотел. Но шоу было важнее. Победа не так важна. Но необходимо устраивать шоу. Поэтому я выпендривался, говорил и опускал руки. А вообще, как по мне, человек является тупым, если, стоя перед байком, опускает руки. Но такой уж он, Рой Джонс. Вот и все дела. Переведено и озвучено командой Труджим. Спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем добра и удачи. Пока.